Ваше Высокопресвященство, спасибо огромное, что нашли время для того, чтобы ответить на наши вопросы, в эти праздничные дни особенно. К вопросам праздников, если позволите, мы вернемся чуть позже, а начать бы я все-таки хотел нашу беседу с проблемой растущей межрелигиозной вражды и розни во всем мире. Мы все видели, что происходило в Европе, в том числе и в рождественские дни. По некоторым оценкам, христианство на сегодняшний день является едва ли не самой угнетаемой религией в мире. Согласны ли Вы с такой оценкой? И как Вы считаете, не пришло ли время, может быть, терпимому христианству более жестко отстаивать свои интересы, религиозные, моральные в том числе? Что делать христианину в таких условиях? Соправды, узнятые Вами проблемы являются вельми актуальными и важными на сегодняшний день. Мы бачим межрелигийное сопростояние в многих краинах света, в многих частках света. И, на жаль, оно так само уже проявляется в Европе. Христианство – религия миру, религия с упокою. Мы с любовью относимся до иншего человека, так само для людей, которые не належат до христианской религии, до нехристиан. Мы их принимаем, мы им допомогаем. И христианство повинено боронить свои корони, боронить христианские каштовности. И тут вельми важно супрационерство разных христианских конфессий. Ну, что делать простому христианину в условиях, когда власть не реагирует на это, когда закрывает на многие вещи глаза? Отвечать на эту агрессию? Либо терпеть? Нет, ну, никуда не можно отказывать на агрессию. Агрессия – это ничего, ни до какого добра не приведет. Тут потребны и супрационерства с местными уладами, тут потребны диалог на месте. Даже в этих условиях Беларусь, наверное, можно назвать таким острым стабильностью. Проблемы межрелигиозной вражды, даже розни, наверное, здесь не существует. Как вы считаете, чья это заслуга и что нужно делать для того, чтобы в Беларуси сохранить этот мир? Я, спатыкаючься с журналистами, с сябрами-бискупами на разных конференциях, с іншими людьми, кажу, приедуся в Минск, поглядеться. Тут нема никаких суперечностей, и это верьми добро. Напевно, Беларусь может быть таким пунктом отнесения, где можно до этого прийти. Тут, напевно, много факторов. Их история сама. И сходное христианство, заходное христианство в наших землях иснуе уже больше за тысячи годзе. Это один фактор. Другий фактор тое, что Беларуси самая по своей такой натуре, по мерковной, як мы кажем, мы можем, умеем размавляться один с другим. У нас побач живут католики православные, в той самой вёсту, в том самом городе. У нас много смешанных семью. Верьми много смешанных семью. Это так само зяуляется гэтым потенциалом для развития гэтага диалогу. Дякую, так само треба и нашим уладам, які клапацятся об тем, как в нашим супольным доме, яким зяуляется Беларусь, не было религийной войны. Дякую Богу, я нема, и мы молимся, как бы я никогда не было. В прошлом году Минск покинул посол Святого Престола, уехал работать в Украину. Может быть, вам известно имя его преемника, кого вы ждёте здесь? И в связи с этим вопрос, как вы оцениваете на сегодняшний день состояние дел между Ватиканом и Беларусью? И как только приедет новый посланник, может быть, какую помощь от него ждёте в решении насущных проблем? Ну, напевно, найперше, треба подзякивать арцебискупу Клаудио Гуджероте за его працу тут. Я его так называу живое сребро. И он повсюду был. При нем так само, колькость бискупов у католицкого костяло в Беларуси повеличилася в два разы на 100%. Я завсюду скажу, знайдите мненьшую краину в свете, дзе за некольких годов колькость бискупов на 100% повеличилася. Такого нема, нидзе. Имя нового апостольского анонсия в Беларуси ещё не вядома. Пакуль, что Ватикан ещё не призначил, Святый Отец ещё не призначил. Спадёмся далейшего развития относин помеж державой и костёлом. Далейшего развития относин помеж Беларуси и Ватикана. Гэта и относин есть. Мы сегодня працуем над пагадненнем, некоторые называются конкордатом, но гэта никто не кажа конкордатом, пагадненнем справа распачатая. Але мы знаходимся у процессе подрихтовки гэта пагаднення. Кэта и относин далей развивались, как мы так само могли служить разом для развития с упакою в свете, особенно в нашем геополитичном регионе, ну и так само для развития католического костёла и для имиджа Беларуси в свете. Я спадаюся, что в этой нонсии, кэки приедем, будет далей продолжить линию, которую проводил Клавдой Гуджаротти. Нам известно, что вам принадлежит инициатива создания в Беларуси теологической академии. Вы не могли бы нам рассказать, что из себя представляет этот проект и на какой стадии находится его реализация? Гэта думка никогда не давала такого, так сказать, спокойно спать вось. Я так марил об створении теологичного факультету. Дякую Богу зарестрыванный колледж католической теологии. Гэта уже таки этап, скажем, для будущей установы. А потом так у размове с президентом. Президент просто меня спытался вось. Ну, православная церковь будуе академию, а почему католический костёл не будуе? Ну и мы почали гэтой справой займаться. На сегодняшний день академия зарестрирована. Академия имя святого Яна Павла II. Мы дали такое имя, бо он распачал тут процесса дрожжения костёла. По для нашей думки, академия повинна складаться с двух таких напрямков. Гэта семинария и теологичная подрихтовка светских. Гэтый напрямок для светских, он мог бы иметь, в будущей навыть не только теологичной дисциплины, аля так само гуманитарные некие. Так само можно о мовах казаць, можно казаць об этице бизнесу, што вельми-вельми важно сёння, об журналистыце, об журналистской этице. Для гэта йон служила бы гэтая академия так само для нашей краины. Не только подрихтовка святого, яке потребные, аля так само и формация светских людей на христианских каштовностях. На сённяшний день ситуация такая, што офицейная академия зареистрована, и сёння чакаем выделение пляцовки, дзе можно было бы уже будавать гэтую академию, спечатку проект ведомых и так далей. Влады обецают, што такая пляцовка будзе. В начале этой недели глава государства вручал премии за духовное возрождение, спецпремии. На одной сцене были совершенно разные люди, и деятели культуры, и искусства, и католические священники, и православные. Что, на ваш взгляд, всё-таки объединяет всех этих людей, и какие духовные ценности всем нам нужно ещё возродить? Ну, эта падея уже стала традиционной, и вельми важно, што она есть. И вельми важно, што она так широко святкуется. Нам треба изнов вернуться до христианских каштовностей. Нам треба учинить изнов культуру, то, якой она повинна быть. Корень слова культура. Який? Культ. Гэта означает, што культура повинна быть духовной. Сюня мы бачим, што низухсёды гэта так есть. Или гэтая премия, они ещё раз закликают нас до объединения у разных напрямках. Нам треба вернуться до духовных христианских коронёв. Нам не дозволено отмовиться от гэтага, не дозволено размыть гэтая каштовность. Они сегодня размываются в свете. Мы сегодня бачим такий натиск секуляризму, морального релятивизму. Сегодня человек вельми часто живе так, як быцем Бога зубцим не иснуе. Он каже, што я веруючий, але верую заставляя за порогом костёла, уже там он не веруючий, живе, може, як паганин, як язычник, так не може быть. Для гэта головным заданням сёня у всех нас, калі мы хочем бачить Беларусь квітнеючую, треба вернуться до наших христианских коронёв, до духовных коронёв и на их будавать нашу будучыню. И тады саправды, калі мы вернемся до гэтага, у нас буде и радость, и надзея, чого усім Беларусам жадаю. Ваше высокое пресвященство, спасибо вам за это интервью. Дякую.